Добрый день, уважаемые участники семинара, вебинара. Время 13.05 по Новосибирскому, по Москве 10.05, начинаем нашу работу. У нас на улице очень интересная погода, 25 градусов и дождь идет. Все-таки лето. Название с вебинара «Дыхательная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата» Но оно общее, потому что речь у нас будет идти не только о гимнастике, а и о принципах регуляции дыхания. Потому что когда говоришь «гимнастика», все сразу представляют какие-то активные шумные движения и прочее. Тема, на первый взгляд, кажется необычной. Но если вы уже участвовали в наших вебинарах, я вижу, знакомые лица понимаете, что дыхание влияет на все и вся, и в том числе на состояние опорно-двигательного аппарата, который у нас очень так специфически устроен. Рассказные вопросы уже были озвучены. Значение дыхания для капиллярного колокола, от которого зависит питание ткани, это метаболизм, это релаксация ткани через дыхание, релаксация мышечной ткани, что важно для снятия болевых симптомов. Возможность влиять на воспаление через дыхание, устранить гиподинамию, которая характерна для больных при патологии опорно-двигательного аппарата. И самые простые понятия контроля дыхания во время длительных занятий лечебной физкультурой. В одном из семинаров я уже приводил эти слова великого доктора, о том, что движение может заменить любое лекарство, но ни одно лекарство не может заменить целебные силы движения. Очень серьезный для своего времени специалист по оздоровлению, и видно по датам его жизни, что если он в 18 веке столько прожил, значит человек знал, о чем писал в своей книге «Советы людям о здоровье». Касаясь статистики и общей картины, в прошлое десятилетие было объявлено международным десятилетием заболеваний костно-мышечной системы. Проблемы эти были и остаются, и будут оставаться. Суставной синдром, то есть различные проблемы с опорно-двигательным аппаратом появляются как напрямую при заболеваниях костно-суставной системы, так и при других заболеваниях. У нас в России тема очень распространенная, порядка 20% инвалидов – это патология опорно-двигательного аппарата. Стоимость услуг на рынке достаточно высока. Это цены, которые вы видите по протезированию, по операциям, по протезам, а не этого года, это полтора года назад у меня ссылка была, когда еще не было санкций. Сейчас, конечно, цены еще более серьезные. Но дело выгодное – ремонтировать суставы, поэтому очень серьезная проблема, потому что уже многим кажется легче заменить сустав, чем его лечить и восстанавливать. Кстати, это вот очень свежий пример того, насколько серьезные проблемы бывают у пациентов. Недавно я по приглашению Совета ветеранов проводил семинар, и там присутствовала женщина, видите, вот там она ближе к черное платье и седая голова. У меня курсор немножко что-то не слышится. Женщина-пенсионерка с повышенным весом колени уже напрочь отказывали, боли постоянные. Обратилась в частный медцентр, ее обследовали, конечно, как положено, сказали, что у нас есть новейшее лекарство, импортное, полный курс стоит 120 тысяч, уколы в область суставов, но вы точно будете бегать и прыгать и поворкаться. Деньги она в медцентре оставила, 120 тысяч рублей за уколы, ну и с больными коленями также ушла. А поскольку ее сестра в Совете ветеранов Ленинского района слушала мои лекции о дыхании, я определенные вопросы задавала, потом она меня уже пригласила в Ленинский район для провести общую беседу, в том числе и с акцентом на опорно-двигательный аппарат. Ну, где-то через месяц после лекции эта женщина созрела и... Недавно звонила, что начала дышать, что-то вроде у нее там уже получается. Ну, посмотрим, насколько хватит терпения. Хотя выхода-то нет в принципе. Пока вес не отрегулируется, суставы все равно будут. Основные заболевания, которые рассматриваются в этом разделе, это остеохондроз, это даже не заболевания, а состояние позвоночника и его последствия, это уже болезненные травмы позвоночника, нарушение осанки, сколиоза и другие виды нарушений. Разные проблемы суставов, воспалительные, травматические, обмен дистрифический процессор, артроза, артриты. Все это входит в эту тему. Наш опорно-двигательный аппарат, вы видите, как он красиво выглядит, когда покрыт мышечной тканью, и как не очень симпатично выглядит наш скелет. Ну что ж, это очень интересно, такая биомеханическая система, где все связано. Все связано от макушки до пятой. Поэтому я недавно общался с грамотным доктором. Он говорит, что даже когда пациенты начинают исправлять прикус, знаете, накладывают определенные металлические скобы, меняется положение челюсти, уже возникают определенные изменения в состоянии осанки, потому что все это связано, и центр тяжести, и все остальное влияет на положение опорно-двигательного аппарата, прежде всего, позвоночника и нижних конечностей. В отношении количества костей в нашем с вами скелете точки бывают самые разные. Вот, кстати, те, кто интересуется ирведой, знаете такого исторического доктора Шушрута. Из Древней Индии он насчитывал до 306 костей. В современной учебнике плюс-минус 1-2 кости отпутаются, но в среднем пишут 206 или 207 костей. Нужно обратить внимание, что мы с вами прямоходящие, существуя поэтому основная нагрузка на суставах является в области бедренных и коленных суставов. Причем эта нагрузка даже при нормальном весе она довольно серьезная, а если человек не физиологически себя ведет на работе, неправильно сидит, неправильно выполняет движения, тем более перегрузки, ну, например, у грузчиков. Спорт, когда колени убивают, особенно во время бега либо прыжков, те же парашютисты. И ненормальное, несбалансированное питание, из-за чего страдает баланс веществ, необходимых для синтеза фотоагликанов в прыщевых клетках. Все это сказывается рано или поздно на состоянии опорно-двигательного аппарата. Поэтому мы видим, что питание в последние десятилетия у нас не улучшилось, полных людей и даже детей все больше и больше, соответственно, там все больше и больше заболеваний опорно-двигательного аппарата даже у молодых людей. Ну, в общем, вспомним строение хряща и строение сустава хрящ. Все вы когда-то работали на кухне, разделывая пеновый продукт. Знаете, что хрящ – это специфическая ткань, он покрывает кости. Между хрящом есть определенная полость, суставная полость, где находится специальная жидкость, которая, в общем-то, обеспечивает нам смазку, скажем так, хрящей. Имеется суставная сумка капсула, которая имеет определенное значение для активного объема движений. Ну и связки, которые соединяют межкостные соединения. Вот здесь нужно отметить, что именно качество внутрисуставной жидкости определяет качество движения, качество работы сустава. На что обращаем сейчас сразу с вами внимание, что хрящ, независимо от того, где он находится, в суставах кисти, либо круглые диски межпозвонковые, он не имеет кровеносных сосудов. В ткань хрящевую сосуды не проникают и нет нервных окончаний. То есть сам по себе хрящ, он не может болеть, потому что там нет нервных окончаний. Даже если он изменяется, дистрофия хряща идет, сигнал идет уже не от хрящевой ткани, а от тех тканей, которые окружают сустав. И питание хряща идет именно вследствие накопления синавиальной жидкости, которая находится в суставной полости, вырабатывается специальными клетками. И эта конструкция хрящ, синавиальная жидкость, связки, все это функционирует достаточно устойчиво, если мы соблюдаем определенные нормы. Нормы поведения, нормы питания, нормы защиты организма. Но, к сожалению, на это обращают внимание уже в последнюю очередь. В школе тем более не учат правильным движениям. Это видно даже по тому, как дети обуваются, поднимают портфель с пола. Поэтому приходится уже иметь дело с больными людьми. Если болезнь связана с активным воспалением, инфекционное заболевание, ну, например, коджи-ариматизм всем известен, накапливается много синавиальной жидкости, и вот увеличение объема жидкости и растяжение определенных структур суставных вот приводит к появлению болевых ощущений. Не от самого хряща, а от того, что изменился объем жидкости и увеличились натяжения связок суставных. Есть и артроз, это то, что мы видим чаще в пожилом возрасте. Это нарушение метаболизма хряща. Представьте, чего он становится не эластичным, а таким плотным. Соответственно, нагрузка возрастает на подлежащую под хрящом кость, и она уже реагирует, немножко так увеличивая площадь опоры, возрастаясь. Опять же, идет уплотнение суставной капсулы, и отсюда и воспаление, раздражение. Ну и, отчасти, естественно, тугая подвижность, потому что уже из-за самой по себе боли трудно двигаться, плюс уже нарушена активность хрящевой ткани, которая является амортизатором. Ответственные формы – это артрит, активное воспаление вследствие различных причин, либо артроз – это уже дистафические нарушения истощения, скажем так, хрящевой ткани. Вот очень свежий, интересный пример, поскольку суставы исследуют самыми разными способами, но обычно это что? Это рентгенологическая картина, традиционная, УЗИ суставов, ряд других способов, но все это обычно статическая картина. Важно оценить функцию сустава не только по объему движений, но и по качеству. Совсем свежая разработка, в этом году запатентована. Американские инженеры, которые, ну, знаете, у многих людей встречаются такие симптомы, как хруст в суставах. Вот они задались этой задачей, как изучить звуки, которые возникают при движении сустава здорового и больного, и сформировали такую программу, которая позволяет записывать, как звучит сустав, скажем так, необычное название. Но это позволяет более точно определить состояние суставов внутри, не заглядывая в него, не прокалывая. Эта тема очень важна для выбора способа коррекции пожилых людей, которых, как мы говорим, песок в суставах, и для спортсменов, и в случае которых постоянные нагрузки на, прежде всего, коленные суставы. Ну и для оценки степени реабилитации. Очень интересная разработка, я думаю, когда-нибудь мы ее в России увидим. А может, сами придумаем. Немножко перескочили. Вот что нужно обратить, что во время ходьбы нагрузки достаточно серьезные, на квадратные сантиметры, менее низко это связки внутри коленного сустава. И меньше 4,5 килограммов, если у вас нормальный вес. И опорная поверхность суставов получает перегрузку, если масса излишне, избыточная. Вот если 100 килограммов тела, то уже нагрузка в полтора раза больше. А если 120 килограммов, то вообще 8,3 килограмма на квадратный сантиметр. Это же огромнейшая нагрузка, постоянная. Поэтому лишняя масса тела, она действительно нарушает не только метаболизм вследствие изменения гормональной функции, но и нарушает биомеханику сустава. И отсюда неизбежное развитие заболеваний, которые при ожирении в 4 раза чаще встречаются, чем при нормальном весе у человека. Но это проблема серьезная. У нас же эпидемия. Я вот сейчас хожу по улицам, сейчас школьники уже разделились, без хорда ходят. На каждой пятой точно требует коррекции, даже в 12-15 лет, не говоря о старших классах. Наш с вами любимый позвоночник. Вам нужно сказать, что это единая биомеханическая система. И если у нас ощущаются какие-то неприятные ощущения, дискомфорт, например, в шейном отделе, это не значит, что нужно приводить в порядок его здесь и только на него. Позвоночник – это единая цепь. Поэтому всегда нужно заниматься коррекцией всего позвоночного столба, а не какого-то отдельного сегмента. Ну, если говорить о нагрузках, то вот вы видите, что средний предел прочности примерно 350 кг. Поэтому если у нас с вами хотя бы вес 80 кг, то запас прочности очень хороший. И наибольший запас прочности на поясничный отдел. Почему? Потому что, конечно, и сам вес тела туда приходится, и какие-то физические нагрузки. Время работы, время спорта. Наиболее печальная судьба у 4-го поясничного межпозвонкового диска, который испытывает большие нагрузки в движении, в ходьбе, в беге и так далее, и во время физкультурных занятий с тяжестями тем более. И отмечено было, что люди, которые больше сидят, сейчас же у нас половина людей на сидящем положении работают, меньше ходят, чаще болеют лосохондрозом, потому что идет постоянная перегрузка. И вот, кстати, интересная статистика. Что если в вытянутых руках вы поднимаете грозь 10 кг на средняя масса, для руки-то вроде 10 кг, а для позвоночника 170 кг. Но если занялись хотя бы средней такой атлетической гимнастикой, то поднимая в руках 90 кг, вы на пятый позвонок давите массой в целом в тонну. Поэтому если с тяжестями занимаемся, лучше, конечно, в положении лежа, полулежа, но в спортзалах все это уже давно присутствует. И поэтому, учитывая, что идет такая нагрузка на позвоночник в покое, никогда ничего поднимать, в принципе, с пола даже монету, сгибаясь нежелательно. Приседаем, приседаем. Любой вес, хоть 5 кг, хоть 500 кг, хоть 50 кг, поднимаем ногами с прямой спиной. Не перенапрягая уже устающий позвоночный отдел, поясничный отдел позвоночника. Очень серьезная проблема с тем, что у нас все-таки уже в молодом возрасте нарушается, не нарушается, скажем так, прекращается активное питание межпозвонкового хряща и возникают проблемы довольно серьезные. Посмотрим на него в общем, как он устроен. Он устроен, условно говоря, из двух важных частей. Это центральная часть диска под названием кульпозное ядро, которое имеет свою структуру, типа желатина, принимает на себя вертикальную компрессионную нагрузку. Вот наш с вами вес, либо мы взяли два ядра, после вся эта нагрузка приходится прежде всего на кульпозное ядро. Оно амортизирует. И это ядро очень так... Интересно, опутано, закрыто, окутано фиброзным кольцом, которое имеет уже другой состав. Это хрящевая полистая структура. Ее функция поддерживать ядро внутри диска и принимать скручивающие нагрузки. То есть одна часть центральной поднимает вертикальную нагрузку, а вторая, это кольцо, поднимает все наши повороты, все наши наклоны, скручивающие нагрузки. В целом они работают очень так гармонично, выравнивая взаимные нагрузки и изменения нашего положения. Но кроме качества состояния пульпозного ядра и фиброзного кольца, состояние межпозвонкового диска и позвоночника в целом, имеет также прямую зависимость с состоянием тонуса мышц в голове. И вот массовая дистрофия школьников, которые сейчас наглядно видно, как они ходят все, наверное, как минимум 80%, действительно, остальные дистрофики, она тоже является тем фактором, который потом провоцирует раннее развитие остеохондроза и других проблем с позвоночником. Поэтому качество состояния межпозвонкового диска и тонус мышц, чаще всего, корпуса, два, это очень важный фактор для поддержания здоровья позвоночника в любом возрасте. И поскольку вода является очень важной составляющей из позвонкового диска, нужно отметить, что содержание воды в среднем снижается на сутки за 20%. Поэтому, вы все знаете, из детства, если мы утром проснулись, то мы в размерах нашего тела на 1-2 см длиннее, выше, чем вечером. Интересный факт из космической медицины, поскольку у космонавтов в полете нет нагрузки на позвоночник, а накопление воды существует, то наблюдалось увеличение роста даже до 5 см, как отвечают специалисты. И так же, как питание суставного хряща, так и питание межпозвонкового диска, это пассивный процесс, диффузия, то есть неактивное питание через сосуд, как, например, мышечная ткань, а не пассивная диффузия и вознос веществ через пластинки позвонков. И если нет активных движений, то, конечно, питание хряща страдает. Но что самое интересное, что хорошее питание межпозвонкового диска обеспечивает довольно простое элементарное движение, которое называется обычная ходьба. Благодаря чередованию нагрузки и разгрузки во время ходьбы, мы же то одна нога, то другая, перемещаемся, эти процессы запускаются довольно естественным образом. Еще раз обращаю внимание, ходьба, а не бег. Тем более, бег в асфальту это убийство суставов. Кратко, основные моменты, которые касаются питания хряща. Ну, все вы же знаете, это уже масса добавок к глюкозаминсульфат, который для коллагена нужен, хандроитинсульфат, добавок тоже много. Каз, упругость и удержание воды в хряще, прежде всего, в ядре. Биатин, я его отдельно выдержал, это очень интересный витамин, его достаточно много в пищевых продуктах, это витамин, который обеспечивает поступление серы в хрящевые ткани для синтеза необходимых веществ. Он активно участвует в реакциях, связанных с углекислым газом, это уже определенная привязка к дыханию и к обмену веществ в цикле Крепса. И специально я красный выделил, это в биохимии везде прописано, что белок яиц сырых, он называется авидин. Если мы пьем сырое яйцо, знаете, любители Гоголь могут делать. Если мы пьем сырое яйцо, то авидин связывает биотин, нерастворимый комплекс возникает, соответственно, серо хуже поступает в хрящевые ткани. Это может усугублять либо способствовать развитию заболеваний хряща. Поэтому сырое яйцо нежелательно, смятка на здоровье. Витамин В6 очень важный, необходимый витамин для обмена аминокислот и нормального течения определенных процессов, окисительных процессов в хряще, потому что послорода там тоже нет. магний необходим в отношении строительства костной ткани в определенной пропорции с кальцием. Медь тоже необходима. С медиодефицита в питании нет. И важный элемент, на который я обращаю ваше внимание, марганис. Микроэлемент, который является очень важным, необходимым для обеспечения хорошего качества костно-суставного нашего с вами аппарата, поэтому обратите внимание, чаще говорят кальций, 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 но марганис крайне необходим. Потому что распределение марганца, смотрите, скелет 57, мышца 11. То есть 68% марганца в организме в скелете и в мышцах. Это опорно-двигательный аппарат. Он участвует в окрасительных процессах потребления кислорода и влияет на процессы образования костей и хрящевой ткани. Естественно, если марганца недостаточно, то возникает дистрофия костей и хрящевой ткани и, соответственно, патология. Посылка на авторах. Эффективность марганца связан с ухудшением нашего с вами питания. Необходима потребность в разные источники. 2-3 мг в среднем я находил, а источник 5-10 мг это учебник биологической химии для мединститута. Поскольку с возрастом усвоение марганца уменьшается, необходимо все-таки об этом думать в возрасте после 50 лет. Где нам найти марганец, чтобы это было доступно, недорого? Проблем в принципе нет. Пищевые источники, они достаточно широко у нас представлены в нашем рационе. Это неочищенные хлебные злаки, орехи. чай слишком много надо пить, чтобы марганца набрать. Я посмотрел разные справочники по диетологии и так далее и выбрал список продуктов, где высокое содержание марганца, но при этом это продукты недорогие. Видите список овес, рис, пшеница, соя, гречневая крупа. Каждый может найти, каждый может купить, даже пенсионер с минимальной пенсии. Рыбные продукты, карп, тек, сель, минтай, морской окун тоже не самые дефицитные. Свекла у каждого на столе есть, но если касаясь ягод, крыжовник, малина, смородина, там немного, но все-таки присутствует. Поэтому о марганце, о содержании его в продуктах, о содержании этих продуктов на вашем столе постоянно помните, чтобы иметь здоровые суставы. Вот еще отдельная ссылка о том, что установлено, что единственным стимулятором поступления питательных веществ в межпозвонковый диск является дозированная нагрузка, ходьба пешком и улучшение питания хряща начинается примерно через 15-20 минут после начала непрерывной спокойной ходьбы прогулочным шагом. То есть нет необходимости нестись задыхаясь, но в среднем тепле непрерывно идти надо. А если мы с вами сидим и мало двигаемся, то питание ухудшается, клетки дисков получают избыточную нагрузку и возникает процесс дегенеративно-дистрофический, как говорят, просто хамбрус. В основе его нарушений питания межпозвонкового диска, печальные последствия это то, что меняется состояние пульпозного ядра, который, помните, мы говорили о том, что он из желатина состоит, меняется его состояние, замещается желатиновая вот эта составляющая волокнистым хрящом, уже нет такой упругости. И вторичные последствия, когда уже диск страдает, когда это ядро может прорвать фиброзное кольцо, возникает, всем вам известный, по крайней мере, по описаниям грыжи межпозвоночных дисков. Серьезная проблема. Навозка, ну вот мы уже в одном из семинаров упоминали о том, что мужчинам хотя бы полчаса со скоростью, ну, в среднем 100 шагов в минуту, женщинам тоже полчаса, ну, скорость, может быть, даже разопросы немножко больше ученые дают. Начинать можно с 10 минут 1000 шагов, ну, 10 минут, по 100 шагов в минуту, и увеличить можно до получаса. Что очень важно, что ходить можно быстрым, бодрым шагом, но это влияет не только на питание хряща, но и замедляет старение клеток в целом. Это, отметили ученые, даже следует длину так называемых киломер, это особые вещества, которые определяют, ну, скажем так, запас нашей жизни по времени. Что очень интересный факт, я находил в ряде книг и нашел недавно тоже эту статью, как ссылку о том, что физическая активность, она влияет и на состояние мозга. Почему? Потому что при хорошей активности в плане физических движений возникает такой интересный феномен, что увеличит синтез нейротрофического фактора головного мозга, он так называется. Он влияет на развитие нейронов, синапсы, это контакты между нейронами, влияние памяти, даже помогает привести к проблемы, если были ишемические атаки типа нарушения мозгового обращения. Для того, чтобы был хороший высокий уровень этого фактора, достаточно просто активно ходить. Это наша естественная форма движения, наиболее доступная для всех. О том, как дышать во время ходьбы, мы немножко потом в конце поговорим. Все-таки дыхание и движение это два процесса неразрывно связанные. Почему? Потому что если нет движения, то и не будет дыхания. мы с вами знаем, что это движение диафрагмы, изменение объема грудной клетки, изменение положения ребер и так далее. Но если сравнивать или определять как чутко реагирует дыхание на движение, то вот исследование из физиологии. Человек лежит спокойно, у него определили характер дыхания, потом он просто спокойно открывает и закрывает глаза, дыхание уже реагирует. Человек просто лежит, доктор подошел, поднял, взял его за руку, поднял руку и опустил, это пассивное движение. Дыхание уже реагирует. Частота дыхания и вентиляция легких. И совсем недавно Сергей Викторович Косинцев, кто-то возможно был на его семинарах по восточной медицине, он прошел цикл о преподной кинезиологии, я взял у него двухтомник, посмотрел так внимательно, нашел интересные моменты. Это свежая книга, Дэвид Лифф, это один из мировых авторитетов по кинезиологии, это наука о движении. Оказывается, что, ну вы знаете, у нас у позвоночника позвонки имеют определенные отростки, остистые, вот они торчат, когда мы пытаемся позвоночник пощупить. Когда исследовали влияние дыхания на костный скелет, оказалось, что если мы с вами делаем вдох, даже, например, диафрагмой животное дулся, то остистые отростки позвонков движутся вверх, а если выдох, вниз. Исследования показали, что определенная методика называется респираторная коррекция, она полезна для всех, и даже остеопороз, это более тяжелое поражение уже костной ткани, скажем так, она становится более хрупкой, более тонкой, очень полезна для этих пациентов. При этом, ну, как и мануальный терапевт, они учитывают, какое движение выполнять на фазе вдоха, либо на фазе выдоха. И интересно, Дэвид Лифф описывает, что установлены так называемые респираторные дисфункции таза. В норме, вот опять же, обратите внимание, что мы с вами дышим и вроде чувствуем, как идет движение живота диафрагмы, а получается, что если мы делаем вдох, то крестец движется вперед, а на выдохе назад, а копчик в другую сторону. Поэтому возникает как-то взаимное движение. На вдохе крестец в одну сторону, копчик в другую, а потом наоборот. Если нарушается вот это их взаимно противоположное движение, то возникает первичная респираторная дисфункция крестца. Я сейчас представляю, если я пойду где-нибудь в поликлинику, хирургу и скажу, что положение крестца и копчика зависит от фазы дыхания, на меня посмотрят с ожолением. Что интересно, вот этот факт я особенно выделил. Установлено, что череп, кости черепа, они ведь тоже подвижны. Он совершает от 10 до 14 циклов в движении в минуту, причем эти движения, они автономны, самостоятельны, они не связаны с сокращением сердца либо дыханием. Уже приходишь к выводу, что в принципе дыхание это не только изменение положения диафагмы легких, дыхание это процесс движения всего тела. На вдохе одни процессы внутренних органов и костного суставной системы, на выдохе другие. Это постоянный процесс движения, непрерывный. и даже если возникают такие тяжелые заболевания, как травмы спинного мозга, нервно-мышечные заболевания, когда человек действительно мышцами не владеет, то тренировки инспираторных мышц, это мышца в дыхателе, мышца для вдоха, она улучшает состояние пациентов и качество дыхания, это ссылки на научные исследования зарубежные. Поэтому дыхание в принципе оно важно в самых разных направлениях, и для профилактики, и для реабилитации, и для активного лечения, есть острые заболевания. Мы говорили о том, что процесс может быть воспалительный, артрит, и с ним надо бороться. Многие слышали, знаете, что есть вещества, активные радикалы, которые разрушают многие ткани, и воспаление тоже с ними связано, и их надо подавлять, масса антиоксидантов выпускается. Ну вот, я специально выложил фотографию книги, это наши ученые из Московской медакадемии, которые доказали, что углекислый газ, который у нас сами в клетках вырабатывается, с ингибитором, то есть он подавляет образование активных форм кислорода клетками, даже при нормальном содержании углекислого газа, то есть не обязательно в бушку с углекислым газом голову погружать, при нормальном качественном дыхании у вас будет норма углекислого газа, он всегда тормозит, подавляет разрушающие действия свободных радикалов. Обратите на этот момент внимание и запомните, потому что там у меня потом будут примеры о том, как дыхание помогает остановить тяжелейшие заболевания ревматоидный полиартрит, это мои больные, я их лично знал, никто этого понять не может, но если вы сейчас вот это запомнили, что углекислый газ подавляет свободные радикалы, почитайте примеры, и видите, что даже в 60-80 лет дыханием можно страшное заболевание ревматоидной полиартрит успокоить, потому что углекислый газ начинает выполнять свою природную миссию. Итак, дыхание, углекислый газ подавление свободных радикалов, первый плюс. Второе, это я еще когда методом Бутейко занимался мой коллега Сергей Пащенко в Запорожье, он до сих пор работает, он потом делал работу по онкологии, они проводили исследования, что брали животных, обычные крышки лабораторные, делали им обычный перелом косточки, и потом наблюдали, как идет заращение перелома при обычном содержании, либо у крыс, которые вдыхали смесь с 1-3% содержанием углекислого газа. Оказалось, что те крысы, которые получали периодическое дыхание с малым концентрацией углекислого газа, практически в 3-4 раза быстрее у них заживали переломы. Я такие примеры встречал уже у моих пациентов, которые в 70-60 лет ломали кости, перелом шейки, бедра и так далее, быстрее выздоравливают, быстрее заживают и очень хорошо. И после того, как Сергей в этой лаборатории установил, что дыхание смеси с углекислым газом улучшает жизнь костной ткани, скажем так. Они уже потом работали с пациентами с костами элитом. Костами элит это воспаление кости и поражение даже до костного мозга. Это очень страшное заболевание, которое умещается. Они наблюдали пациентов, которые дышали по методу Ботейко. И качество восстановления, классификация это восстановление кости в области перелома и качество устранения воспаления и улучшения эрегинаторных то есть восстановительных процессов мягких тканей это кожа и мышцы в области поражения костной ткани были гораздо более успешны чем при обычном банальном хирургическом лечении и антибиотиками. Здесь углекислый газ тоже свою функцию выполнял. Это метод Ботейко. И в отношении метода Ботейко это у меня книга 2006 года. Я вспоминаю пример. Здесь описано что у меня была пациентка-стоматолог. Мы вместе работали у нее была онкология. Убрали молочное железо. Был большой отек руки постмастертомический дистой лимфы. Я ее убедил дышать для того чтобы хоть как-то невроз снять и спать стало лучше. Но оказалось что через месяц дыхания у нее не только услое состояние руки меньше отек. Но и она с радостью сказала что она теперь утром встает и не плозает по стенке а танцует потому что пяточные шпоры которые ее на годы премучили на фоне дыхания по Ботейко перестали человека беспокоить. Такую же я встречал на фоне метода Ботейко. Что очень важно что при патологии опорно-двигательного аппарата возникает такая ситуация которую называют гиподинамия малоподвижность. Я за эти годы убедился что врачи на объем движения вообще не обращают внимания. Но сидит больной целый день да и фиксим пусть сидит. Вот тебе таблетка и будь здоров. А то что возникает урушение нормальной циркуляции крови и лимфы и в дальнейшем уже страдает газообмен в тканях и метаболизм. На это внимания не обращают. Если мы с вами пациенту с опорно-двигательной патологией опорно-двигательного аппарата даем активные программы регуляции дыхания не обязательно Ботейко не обязательно Стельникова это через какой-то период 2-3 недели уже явно улучшает жизнь клеток в том числе и хрящевых клеток и костной ткани в целом. Но это надо понимать исходя из того что дыхание процесс внутриклеточный не просто газообмен в легких. Что говорят специалисты ну известнейший сейчас специалист Сергей Михайлович Бубновский Вы знаете что есть очень много центров кинезотерапии как и называется центры Бубновского Мы с ним лично встречались на программе Малахов плюс это у нас встреча была в Новосибирске в том году я конкретно записал потом сюда внес что он написал что формула которая вышла из практики человек стареет ногами а не годами вспомните что мы говорили совсем недавно о том что обычная нормальная регулярная ходьба улучшает состояние хрящей вот Бубновский как специалист по кинезотерапии по проблемам полнодвигательного аппарата четко говорит что если человек мало двигается усыхает мышцы ног мышцы не тянутся теряется гибкость связок мышц и развивается артроз это наша встреча была на программе Малахов плюс вон там четко на вопрос Елены Прокловой что вы делаете с больными которые еле ходят мы начинаем их учить правильно дышать правильное движение лечит только неправильное дыхание прежде чем шевелиться при острой боли делайте выдох будет реакция расслабления уйдет страх меньше боль дыхание диафрагмы животом даже если у человека серьезная боль он заставляет двигаться конкретно лежать категорически нельзя передвигайтесь по квартире на четвереньках но двигаясь на четвереньках все таки помните о дыхании одно колено пошло вперед шаг словно говоря выдох потом вдох потом другое колено пошло вперед опять выдох то есть движение ноги идет на выдохе движение сделали выдох сделали вдох следующее движение и это не один-два а порядка 20 минут такого движения но при этом у позвоночника нет нагрузки мышцы расслабляются улучшается кровоток но сейчас кстати дачная пора если кого-то вдруг прихватит на даче вас либо ваших родственников соседей вот этот совет сразу можете использовать работает вот здесь список тех составляющих которые в целом составляет программу методики Бубновского я специально выделил два важных для нас основания момента что там используется дыхательная гимнастика форсированная так они называют и определенные меры аксессуарной дыхательной гимнастики для расслабления мышц это масса еще других моментов которые нам сейчас не интересны второй интереснейший специалист в области борьбы с опорно-двигательной патологией опорно-двигательного аппарата это доктор из Самары профессор зав. кафедры казупица Геннадий Сипанович по-моему он четко пишет что локальная задача дыхательной гимнастики восстановить раснабжение улучшить питание пораженных участков двигательного аппарата его научные тезисы у него в диссертации не обозначены а глобальная задача оптимизация энергетики всего организма вот конкретно он пишет о том что многолетний опыт показывает что применение дыхательной гимнастики сопровождается не только более быстрым эффективным снижением болей но и улучшает состояние всего организма выполнение дыхательных упражнений обязательно при физической и психической реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и у них там есть свой центр они в общем-то этим занимаются ну дыхание дает эффект расслабляющий снимается напряжение улучшается тонус мышц позвоночного столба это пример из книги моей 2002 года вот смотрите женщине 84 года красным написано у нее ревматоидный полиатрический страшная болезнь 84 года никакие лекарства ничего не лечат вы это прекрасно знаете дышала на тренажере ну так наверное где-то с полгода у нее был стаж дыхания уменьшилось боли в коленях в общее улучшение состояния еще такой же тяжелейший случай женщина 42 года возраст 20 лет болела полжизни вообще-то скованная была ревматоидом сковывает суставы там человек двигаться не может ни разогнуть ни согнуть два с половиной месяца занималась на тренажере всего лишь один-два раза в день минут по 20 по 30 даже не нагрузка в принципе даже лежа можно заниматься может стоять у кровати поворачиваться держась за ствол где-то 20 лет была прикована это влияние дыхания которое подавляет активность свободных радикалов и снижает активность воспаления помните мы с вами говорили про углекислый газ ну плюс лучше работают капилляры поэтому к суставам поступает больше костной ткани поступает больше крови и улучшается потом питание хрящевой ткани это из книги которая вышла в 13-м году интереснейший пример женщина которая еле-еле выжила у нее была масса пункций спинномозговых поэтому боли были в позвоночнике ходить не могла потому что проблемы с мозжечком она ходила дома только на коленях вот она пишет черным видом выделено колени стали болеть постоянно в любую погоду никакие мази ничего не помогало мама узнала про тренажер потом они мне позвонили она начала дышать и потом уже через месяц звонит а через месяц боли в коленях постепенно прошли прошло полгода дыхания эти дикие боли после многократных пункций пункций это когда иголкой прокалываются ткани мягкие ткани в пластичном отделе потом связочный аппарат и игла попадает в спинномозговый канал чтобы взять спинномозговую жидкость и определить состояние пиквара спинномозговой жидкости так вот эти боли которые давали ощущение что там гвоздь в позвоночнике через полгода занятия полностью прошли к счастью у Натальи очень грамотный невропатолог которая сказала да это результат дыхания дыши дальше ну и до сих пор они со мной по связи уже лет уже лет 6 постоянно позвонят пишут что это вот женщина которая 25 лет отработала врачом был синдром издавления позвоночной артерии предлагали операцию на шейном отделе синдром позвоночной артерии это уже постоянные головные боли головокружения подышал это всего ничего 5 месяцев это раз в день это же немного боли уже стали меньше вот товарищ который в Германии живет интересно в книге там много написано он как иногда пишет о том что у него был друг который перенес травму спины неограничная подвижность постоянно на больничных когда Леонид его убедил личным примером что дыхание это колоссальное резервство восстановления этот его знакомый уже начал дышать через 3 месяца начал активно работать главным дирижером ну там даже и женился по новой вот прекрасный мой человек друг Сергей Каплан который из Афганистана в принципе уже полуживым вернулся вот просто так видите написано в госпитале наши ребята в Киеве выступали он взял тренажер начал дышать но тут масса его интересных примеров что биологический возраст стал меньше что будучи в прошлом тяжелым инвалидом он подтянулся 50 раз и 250 раз отжался он в прошлом был мастер спорта по самому почему в Афганистане в развитии он живет нормально но поскольку работает доктором он всех своих пациентов у кого хоть что-то в голове есть под названием головной мозг есть характер воля к жизни он дыхание приучает вот пример когда можно сказать что мы с Сережей женщину спасли это ее диагноз из института нейрохирургии в Киеве распространенный остеохондроз энцефалой мейлополирадикулопатия то есть полное нарушение функции спинного мозга с поражением корешков полирадикулопатия это множественная патология спинномозговых корешков то есть где-то что-то может сидеть может шевелиться но активно работать двигаться не способно такой же диагноз в принципе из другой больнички но это уже местная больница Камечук она Сергея в общем-то знала давно знала что он с того света вернулся благодаря дыханию когда он ей сказал что со мной будет держать связь она не спорила вот наша Любовь Алексеевна 13 августа 13 года начала дышать на тренажере 1-2 раза в день по 20 минут через 4 месяца вот Сережа пишет в мае в январе что она вышла на работу занимается годовым отчетом прошел год уже 15 год в том году писал Люба чувствует себя превосходно и чувствует себя здоровым человеком это влияние дыхания которое уменьшило напряжение мышц позвоночного столба сняло боли человек стал более активно какие-то физкультурные упражнения выполнять Сергей работает мануальным терапевтом ну и плюс улучшилось питание в межпозвонковых дисках вот вам дыхание и судьба надо понимать суть дыхания а кто не понимает те видят в дыхательном тренажере фролокуса два стакана фасмассовых ну и будет едят таблетки тоже по тренажеру вот женщина 65 лет ноги болели еле ползала продышала несколько месяцев ноги перестали болеть корень не реагирует на погоду я могу много ходить вот моя бабушка знакомая которая 83 года всю войну прошла то же самое болели все суставы весь организм был слабый дышу радуюсь жизни и это из архива в книгу не вошло в книгу все не напишешь это мужчина мне писал был сбит мотоциклом травмы голеностоп не работал мог ходить еще бронхит из-за бронхита взял тренажер вылечил тренажер а после этого и боли в голеностопе прошли и боли в спине прошли и начал ходить и так далее то есть поставил себя на ноги через дыхание почему и как помните что у нас с вами есть диафрагма очень интересная и я немножко буду сокращенно потому что время у нас уходит помните о том что диафрагма имеет поясничную часть которая крепится благодаря двум ножкам диафрагмы поясничным позвонкам первому, второму, третьему поэтому владея диафрагмальным дыханием можно влиять на подвижность, активность поясничного отдела позвоночника и в целом на позвоночный стол и дыхательная гимнастика Стрельниковой она все-таки базируется на диафрагмальном дыхании вдох через нос посмотрите какая интенсивная нагрузка от одной до пяти тысяч вдохов в движении плюс еще определенные движения физические сжимается грудная клетка потом руки могут расширяться в целом дыхательная гимнастика Стрельниковой способствует восстановлению дыхательной функции развитию мышц грудной клетки и справлению деформации позвоночника поэтому для пациентов с опорно-двигательным аппаратом у которых есть проблемы с патологией опорно-двигательного аппарата дыхательная гимнастика Стрельниковой допустимо если нет тяжелых нарушений в состоянии позвоночника если неплохо работают мышцы если нет выраженного болевого синдрома но она может быть скажем так программа не первого плана а второго третьего потому что после операции при тяжелом болевом синдроме конечно это невыполнимо физически так работает хорошо вот наблюдение специалистов о том что если идет выдох с постоянной дополнительной нагрузкой а у нас же в дыхательном тренажере идет выдох через воду с сопротивлением то повышается давление в бронхах и лучше вентиляция и вот важный момент применение гиперкапнических стимулирующих воздействий гиперкапнические это значит вдыхание смеси с повышенным содержанием углекислого газа создает феномен запирания метаболической углекислоты то есть углекислота из ткани не выделяется остается в тканях и частью в крови это улучшает поступление кислорода в клетке улучшает работу капилляров значит ликвидация гипоксии тканей наиболее доступная форма это применение метода возвратного дыхания а на тренажере мы делаем вдох выдох через аппарат через один и тот же объем одну и ту же емкость света и есть метод возвратного дыхания если говорить таким взглядом физиологическим очень важно что во время дыхания дышали через нос почему потому что носолегочный рефлекс улучшает функцию вентиляции но самое главное что нормальное носовое дыхание я жирным выделил действует на тонус сосудов головного мозга на уровне внутри черепного давления на циркуляцию ликвара черепно-мозговая жидкость поэтому дыхание должно быть через нос в обязательном порядке если нос не дышит вы знаете у нас есть в Новосибирске разработки это комплекс долфин нос промывается хорошо восстанавливается дыхание и ароматерапия об этом мы уже говорили многие пытаются начинать работать с дыханием с задержек дыхания вот здесь нужно учесть что задержки дыхания могут приводить к определенным изменениям в кровообращении в малом круге кровообращение это легочный круг и может провоцировать изменения в легочной ткани особенно у пожилых людей вот конкретно диссертация по физиологии дыхания почему-то люди считают что задержка дыхания зависит от того насколько у тебя большие легкие я не раз и не два встречал что человек может быть худенький щупренький дает задержку дыхания больше во время тестов чем полный и большой так вот показано что во-первых длительные задержки дыхания нарушают состояние крови гипоксимия это кислородное голодание гипоксия ткани ацидоз накопление кислотодоков и они не зависят от жизненной емкости легких а я знаю что они зависят именно от того насколько регулярно вы тренируете дыхание от дыхательных тренировок дыхательный центр настраивается на другой уровень регуляции если говорить об общих положениях как работать с дыханием выдох производить надо плавно без толчков без напряжения если напряженный выдох повышается давление внутри брюшной полости это не всем допустимо особенно при патологии желудочного пузыря золудочной железоязвы положение диафрагмы что очень важно в вертикальном положении купола диафрагмы 5 ребро при сидении до 6 при положении на спине достигает верхнего края 5 ребра но больше всего объем амплитуды работы дыхания в положении лежа на спине поэтому если начинаете работать без тренажера например даже с тренажером можно заниматься начинать лежа и в отношении в отношении влияния дыхания на силу мышечного сокращения на силу мышц оказалось что сила мышц выше всего при задержке дыхания такой умеренной после выдоха и на выдохе а на вдохе она самая минимальная поэтому выполнение всей работы на удлиненном выдохе ну например вы поднимаете она получает такое преимущество что меньше затраты энергии больше результат лучше тренированность для тех кто уже регулярно какие-то физические упражнения выполняет и вот что интересно внизу ссылочка известный физиолог Сафонов книга есть такая человек в воздушном океане он пишет о том что при спокойном дыхании в любом случае основная задача дыхательной системы и нашей с ним тренировки чтобы была наиболее экономная работа чем спокойнее дыхание тем меньше подъема чем реже тем лучше для организма экономичное дыхание но об этом и Бутейко говорил так что если мы с вами работаем с дыханием мы его не форсируем не насилуем а наоборот стараемся регулировать мягко медленно спокойно но это кстати очень характерно для многих восточных систем тацизуан и так далее там плавные движения плавное дыхание сколиоз и другие нарушения осанки для детей занимающихся коррегирующей осанки необходимы дыхательные упражнения грудное и брюшное дыхание акцентировать внимание детей на дыхание надо и вот свежее издание национального руководства по физической реабилитационной медицине 2016 год где четко написано что обязательным компонентом должна быть дыхательная гимнастика при любых нарушениях осанки не только при сколиозе это помогает восстановить нормальную подвижность и позвоночного столба и ребер и в общем-то коррекция осанки идет лучше трамвы шейного отдела позвоночника даже лежачие больные могут выполнять определенные движения дыхательные шеи это может быть она зафиксирована но ручное дыхание теофрагмально-динамические дыхательные упражнения это движение с сочетанием движения рук все это уже в положении лежа на второй-третий день после операции можно и нужно делать у нас к сожалению реабилитация отсутствует даже в плане медицинской дисциплины я уже не говорю о конкретной помощи я печальные примеры имею постоянно люди порой годами десятилетиями лежат но если заниматься реабилитацией а дыхание важнейший элемент то происходят очень интересные примеры один пример мы обсудим дальше вот для работы с упорно-двигательным аппаратом для его восстановления надо обращать внимание не только на суставную составляющую но и на состояние мышц то есть необходима растяжка мышц в важный момент которые ноги пропускают и вот один момент очень важный прямо вверху я специально обозначил вначале что растяжка должна удерживаться не менее 30 секунды для того чтобы нервная система запомнила это состояние это тонус мышц длину мышечной ткани поэтому если растяжки делаете то помните о том что 30 секунд не меньше но дыхание диафрагмы помогает улучшить метаболизм мышечной ткани и дыхание помогает расслабиться но тут всегда пишут задержка не совсем верное слово не задержка а пауза после спокойного выдоха то есть выдохнули спокойно во время выдоха уже начали тянуться и потом немножко не дышите это положение поддерживаете положение на спине оно стандартное лежите на спине можете медленно поднимая подъем таза делаете выдох вертикальное положение после сделали вдох назад опускаетесь опять выдох вот такие движения плавные движения на выдохе а вдох там когда отдыхаем до 50 раз можно поднимать еще одно упражнение простое сочетание дыхания с движением тоже лежите на спине подъем таза ладони прижаты к полу ягодицы поднимаете и выдыхаете когда опускаетесь вниз делаете спокойный вдох через нос и напряжение для мышц спины изометрическая растяжка то же самое тоже на животе в полотях приподнимаетесь спину выводите вверх и немножко так может быть вперед чуть-чуть подаетесь зафиксировали положение выдохнули 5 секунд потом опускаетесь сделаете вдох при болях этого не делается то есть мы растягиваем поясничный отдел поднимаем таз но все это на фоне правильно выдоха с паузой вот я говорю о том что реабилитация может давать уникальные примеры это интервью с главным специалистом профессором Ивановой там несколько примеров она описывает что реабилитация может работать если ее проводят правильно был удивительный случай когда пациента 12 лет представьте 12 лет человек лежал без движения спинальная травма на шейном уровне это разрыв спинного мозга может быть был не полный но серьезный поэтому руки ноги не двигались фактически руки может быть чуть-чуть 12 лет без движения шансов нет 4 месяца интенсивной реабилитации он научился сидеть в коляске самостоятельно есть но это же чудо чудо которое создали специалисты знающие что зачем почему надо делать а до этого у нас же люди быстро спешивают а тебе инвалидность то ли дальше как хочешь так выживай поэтому даже в таких случаях человека можно восстанавливать и нужно восстанавливать для таких больных лежащих дыхание важнейший фактор восстановления и кровотока и питания тканей и регенерации тканей мы говорили о том что есть определенные движения которые называются растяжка но есть другой вариант тренировок движений которые нужно сочетать с дыханием обязательно это изометрические тренировки когда мышцы напрягаются но неподвижны самые простые упражнения я вам тут прописал это упражнения когда вы делаете после вдоха на выдохе усилие не задерживайте дыхание обычно 6 секунд паузы достаточно для усилия и интервал через 6 секунд и может быть до 30 секунд ну по состоянию здоровья самые простые упражнения которые можно делать в офисе на работе руки вытянули пальцы стол упор поставили сделали выдох сделали вдох и на выдохе вот я сейчас вам говорю читаю давили пальцами на стол ну как будто максимально все в силе что сейчас этот стол 6 секунд посидели нагрузки расслабились полминутки прошло снова повторили это можно делать в любой ситуации в любом офисе никто даже не заметит что вы тренируете мышцы делаете задержки дыхания при этом еще и зарплату получаете на работе это способ очень хорошо очень хорошо восстановиться снять какое-то напряжение и просто переключиться аналогичное действие когда руки фиксируем под крышкой стола но главное чтобы стол был нормальный чтобы крышку не оторвали время и напряжение и поскольку очень часто встает поясничный тел позвоночника и загиб под динамией не всегда удается например на совещание выйти то же самое руки завели за спинку стула после выдоха на выдохе и в паузе делайте короткое напряжение это просто и три простых изометрических три упражнения которые надо положить в основу потом можно более сложно делать у вас уже будет отработан рефлекс сочетания дыхания и напряжения мышц очень интересная книга я не буду ее всю пересчитывать время у нас истекает но вот я специально ссылку написал что данная книга рекомендуется всем кто в силу своей деятельности связан с проблемами дыхания кинези терапевты преподаватели физиспитания разработчики методики йоги специалисты параллоксации колледжермен блондин прекрасная книга с хорошими иллюстрациями там если говорить о том что нам особенно интересно в данной теме это есть упражнение как растянуть диафрагму очень интересный момент я даже и не задумывался что можно диафрагму растягивать причем это в положении лежа на спине во время выдоха выдыхайте активно очень хорошо через рот рекомендует удерживать поясницу прижатой к полу и вытягивать руки и переднее диафрагмальное дыхание на животе которое помогает улучшить активность поясничного отдела почему вы помните потому что диафрагма фиксируется в том числе к поясничным позвонкам первым и третьим вот упражнение два таких очень простых но полезных это разгибание шеи в положении лежа на животе а сами всех кто сидит у компьютера шея устает очень здорово здесь очень все просто получается хорошая тренировка шеи но без вертикальной нагрузки на шейный отдел позвоночника на весь позвонок положитесь на поверхность лицу вниз например на какой-то специальный матрас чтобы голова свободно опускалась выдохнули а потом медленно поднимаете голову с выдохом до максимального разгибания и немножко вверх обычно выдох секунд 10-12 уже хорошо потом вернулись и повторили несколько раз это специальное упражнение из научного центра еще одно упражнение из специалистов по кинезиотерапии лежа на спине дыхание движение поясницы лежите на спине делаете вдох как они говорят поясница вверх то есть живот немножко выпускается вверх поднимается выдох поясница вниз и движение сочетается с руками на вдохе руки вдоль пола за голову на выдохе они вниз идут это очень простые это очень простые но в то же время достаточно полезные и хорошо работающие упражнения которые не требуют специальных условий для проведения ни тренажеров как в центре бубновского ни каких-то специальных устройств все можно делать дома вот очень хорошее упражнение я его специально это сайт врачей РФ я туда его перенес делаете валик достаточно плотный 10 сантиметров толщина и так чтобы он полностью у вас перекрывал поясницу выходил за боковые поверхности ну 40-50 сантиметров ложитесь на валик поясницы руки заводите за голову но видите как руки соединяются резинцами а ноги большими пальцами и полежите спокойно мягко дышать диафрагмой 5 минут не все выдерживают минутка 2-3 это общее описание потом я всегда комментирую что после этого упражнения нужно повернуться аккуратно на бок потом встать на четвереньки а потом уже принимать вертикальное положение и перенапрягать мышцы одно из лучших простых упражнений где сочетается дыхание и координация это из цигун золотой петух стоит на одной ноге уже по картинке видно что человек на одной ноге стоит вторая свободно он находится в полосогнутом положении руки разведены это общее описание но я нашел такой момент что монахи шаолине предлагают другую позу одну ногу согнутую в колене подняли ладони вместе перед грудью и во время упражнения делаете 10 дыханий вдохов-выдохов 10 дыханий медленных сделали потом другое мне кажется что это можно использовать даже для условной но все-таки оценки биологического возраста чем дольше вы стоите на одной ноге без проблем тем больше лучше ваш биологический возраст и наоборот чем меньше стоите тем хуже состояние здоровья еще одно упражнение простое из положения стоя и медленно опускаетесь с наклоном потом медленно встаете но специально не дышим когда опускаемся выдох производит непроизвольно когда поднимаемся вдох происходит непроизвольно важный момент это из восточной медицины что кончик языка должен быть за зубами на альвеолах это замыкание срединых меридианов улучшение питания энергии улучшение циркуляции энергии самоконтроль ну вы знаете есть проба штанги задержка на вдохе проба генча задержка на выдохе еще есть интересный показатель я нашел проба на нормализацию дыхания нижняя строчка нижняя строчка сколько можете медленно непрерывно спокойно выдыхать в секундах и по возрасту до 65 дальше вроде бы уже человек жить не должен но самое интересное если у меня мои пенсионеры на тренажере 60 лет выдыхают 30 секунд так сколько им явно не 60 они явно моложе себя чувствуют это для них вот такая таблица всегда воодушевляет что и задержки дыхания это по полторы две минуты в 70 лет и выдох по 35-40 секунд это говорит о том что возраст остается в паспорте а тело по другому дышит жизнь на емкость легких можете проверить в любой полиплинике это как средство контроля лабораторного и есть специальные устройства которые оценивают активность респираторных то есть дыхательных мышц которые работают постоянно это специальные приборы они вот описаны это может быть для тех кто активно занимается медицинской деятельностью но это уже специальные исследования которые в массовой практике в принципе не требуются если говорить по интересных моментах я когда смотрел сегодня по диафрагме оказалось что у спортсменов то конечно диафрагма более активно работает чем в среднем у обычных людей но оказалось что у музыкантов играющих на духовых инструментах я сам когда-то на большой трубе дул у певцов и артистов балета диафрагма опускается даже еще ниже чем у спортсменов более тренированная ну это у них рабочий инструмент скажем так частота пульса основное средство самоконтроля во время нагрузок через минуту определяете на сколько пульс уменьшается то есть через минуту если нагрузка адекватная пульс уменьшается на 20% через 5 минут на 50% через 10 минут на 75% наивысшего показателя это оценка из института геронтологии вот интересный пример пенсионер но он спортивный врач гришев флаг ему в руки который в 70 лет запутся сделал 1680 приседаний 126 подтягиваний потом отдельно ну не обязательно столько хотя бы вот у меня интересный самый пожилой пациент ему 90 лет будет в ноябре участник войны профессором до сих пор работает я специально так вот время утренней разминки может быть за два подхода но 90 поседаний обязательно выполняю я считаю сколько человек лет прожил столько поседаний должен делать и отзымается и подтягивается и мостик делает вот я сиди за собой но 18 лет занимается дыханием говорит дыхание это главное все остальное уже приложение к нему все эти физкультуры все прочие упражнения это полезная подсказка в плане питания помните мы с вами говорили о том чтобы вы не забывали про марганец мы говорили о том что углекислый газ подавляет свободные радикалы которые медицина пытается успокоить применяя лекарства антиоксиданты и вот специалист из московской академии доктор Бел Юсих говорит о том что антиоксиданты лучше применять утром лучше не таблетки а зелень укроп это пушка свежая капуста на завтрак пожалуйста кучок травы это и борьба с антиоксидантами и профилактика раннего ожирения если профилактика раннего ожирения значит и профилактика патологии суставов на этом заканчиваем поскольку время истекло но мы успели уложиться а пожалуйста какие-то вопросы если есть можем сейчас обсудить еще у нас время есть я обращаю ваше внимание на то что это у нас ну самый общий объем информации который для понимания темы для начала работы с собой либо с пациентами если вы занимаетесь такой практикой он необходим а в дальнейшем если у вас будут свои личные вопросы вопросы по родственникам либо по вашим пациентам которые требуют какой-то поддержки по сказке пожалуйста всегда звоните пишите обращайтесь дел у нас с вами более чем достаточно здоровее наше государство в ближайшие годы не будет народ здоровее тоже не будет по крайней мере я вот если говорить про скидку вижу что как минимум процентов 10-15 людей они готовы начать заниматься своим здоровьем серьезно но порой не знают с чего начать поэтому пусть начинают с этих простых советов в плане дыхания и движения когда уже появится определенный опыт появится определенное понимание темы тем более с вашей помощью используя аппарат видопульс проще все это построить в нормальную здоровую и недорогую к счастью программу здоровья спасибо вам за внимание будьте здоровы дышите правильно берегите свой позвоночник растяжечки лучше всего делать утром после сна вот не вставая вытягивайтесь как кошка покрутитесь повертитесь немножко минутки 2-3 подышите медленно диафрагмой потом поднимайтесь и кому интересно все-таки поработайте с этим упражнением оно интересное простое но интересное полезное этот золотой петух стоит на одной ноге только первое время делайте где-нибудь у стенки потому что раз или два видишь что вроде человек молодой начинает делать и через 10-15 секунд начинает шатать нет координации нет внимания хорошо спасибо всего доброго до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...